Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Пётр Завьялов. Смотрите в выпуске. Земли сельхозназначения оцифруют. В Удмуртии приступили к созданию единой электронной карты. Спасти городской лес. В Ижевске думают, как благоустроить лесополуцы, высаженные 70 лет назад по сталинскому плану преобразования природы. Ни в больницу, ни на работу. Жители деревни Старый Бор лишились остановки общественного транспорта. И Толбабай приглашает. Резиденция в Шаркане станет в этом году главной площадкой большого этнографического диктанта. Педагоги Республики принимают поздравления с профессиональным праздником. День учителя отметят 32 тысячи человек. Сегодня торжественный прием провели в резиденции главы. Приглашение получили победители самых престижных педагогических конкурсов. С лучшими наставниками детей познакомилась Елена Буховская. Легко запомнить. Кислоты начинаются у нас на букву А. И кислоты у нас все индикаторы у нас такого цвета. Они у нас красные. Вот мы это четко сами видим. Понятно? Даже в свободное от уроков время Олеся Зейзиддинова собирает компанию детей похимичить. Она учитель химии в Ижевском 14-м лицее. А с прошлого года еще и куратор медицинских классов. Такие впервые запустили в Удмуртии. А еще под ее крылом самые активные школьные химики, победители и призеры региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов. Самое главное, наверное, это установить контакт с учеником, найти ребяток талантливых, которые будут работать, которые будут достигать успехов и будут продвигать и учителя, и школу, и республику нашу в целом. В этом году она стала победителем престижного федерального проекта и уже второй раз попала в число лучших учителей Удмуртии. В резиденции главы диплома федерального и регионального конкурсов лучшим учителям, педагогам доп. образования и воспитателям детских садов вручил глава региона Александр Бричалов. Я внимательно посмотрел практически про каждого из вас, кто здесь сегодня присутствует. Много времени займет на то, чтобы рассказать о ваших достижениях. Вы все этого абсолютно заслуживаете. Спасибо, что пишете мне в социальные сети. Сообщения разные, преимущественно абсолютно справедливые и о проблемах, и о достижениях. Достижения учеников – лучший показатель работы, уверены педагоги. Сложную, но интересную профессию учитель считают скорее призванием. Несмотря на трудности, стараются быть на одной волне с современными учениками. Технологически совершенствуют учебный процесс, а еще активно включаются в бурные дискуссии. Они интересуются вопросами политики, готовы обсуждать эти вопросы, что происходит в мире, в стране. Особенно интересуют взаимоотношения России с США. Отвечаете? Отвечаем, дискутируем. Учитель – это человек, который учится все время сам. То есть каждый новый день я узнаю что-то новое, и я стараюсь вовлечь это не только у школьников, но и коллег, друзей и всех, кто меня окружает. Поэтому учитель, современный учитель – это центр притяжения для окружающего. Сегодня школьная реформа в Удмуртии переживает новый виток. Перезагрузка стала возможной благодаря реализации в регионе национального проекта образования. Строятся новые школы, межрегиональные центры компетенции и повышения профессионального мастерства учителей, детские технопарки и мобильные кванториумы, детские центры IT-творчества. Кроме национального проекта еще полтора миллиарда рублей. Представляете, какие это суммы? Почти три миллиарда рублей на систему образования. Оно включает в себя все. И обеспечение работы конфликционных пунктов, и оборудование. И, конечно, педагог должен в этой новой экосистеме работать по-другому. Работать по-другому, по-новому. Сегодня нацелены все 113 лауреатов педагогических смотров. Тем более, что дополнительный стимул есть. К октябрьской зарплате лучшие педагоги региона получат денежные премии. Елена Абуховская, Александр Широбоков. Новости. Электронная карта сельхозземель появится в Удмуртии. Новый цифровой ресурс позволит оперативно получать и отслеживать информацию о границах территории, их использовании и составе почвы. Сегодня эта информация содержится вот на таких бумажных носителях. Работать с ними неудобно, особенно при формировании инвестиционных проектов, объяснила министр сельского хозяйства. До конца года в республике оцифруют данные шести районов. Я надеюсь, что первый этап заработает уже с 1 января 2020 года. На будущий год у нас запланировано завершение карты по всей Удмуртской республике. То есть все остальные муниципальные образования мы сделаем в будущем году. Соответственно, в полноценном режиме мы будем работать с 2021 года. На картах будет отражена информация о местах расположения пасек и распространения борщевика. Позже нанесут и производственные объекты. А вот информация о собственниках земельных участков будет в закрытом доступе. А на карте Ижевска участок, о котором мы расскажем в нашем следующем сюжете, обозначен как лесополоса за ТРК столица. Но уже давно это любимое место отдыха горожан, и они просят привести его в порядок. Недавно жители микрорайона подготовили общественное техническое задание для городских властей. Что это такое и для чего, выяснила Марина Баль. Дикие утки в центре города. Птицы облюбовали озерцо в лесополосе у торгового центра столица. О живописном месте знают и жители района автозавод. Еще в 2018-м они проголосовали за обустройство территории, когда выбирали общественное пространство в рамках программы формирования комфортной городской среды. Сохранить тоже все хочется. Даже вот эта маленькая прелесть, вот я взрослая уже женщина, могу сказать. Но я радуюсь вот этой мелочи, что здесь уточки наши гуляют тому подобное. Просто прелесть. Этой лесополосе уже 70 лет, рассказывает ижевский краевед Евгений Шумилов. Такие начали высаживать после войны. Тогда на этом месте ижевска еще не было. Были поля. У нас было министерство лесного хозяйства, был лесовосстановительный отдел. И вот это все делали. В войну этим было некогда заниматься. В войну, наоборот, это все частично уничтожалось. Но потом в раздумьях о будущем заранее стали делать такие лесозащитные полосы. Иногда это называют сталинский план преобразования природы. Здесь, по мнению краеведа, можно разбить парк в английском стиле. У местных жителей свои пожелания. В лесу они гуляют с детьми, занимаются физкультурой. Но островок живой природы в городе не обезопасен. И совсем не из-за диких зверей. Поэтому требуют благоустройства. Нет освещения. Немножко боязно. Без собаки гулять. И, ну, очень много бурелома. Почистить бы его. Наталья стала одним из участников проектного семинара, где горожане высказали свои идеи по обустройству. О мероприятии узнала из новостей. В соцсетях вступила в профильную группу и пришла. Что получилось, показывают в Центре развития городской среды. 70% предложений совпали. Спорные вопросы будут обсуждать вместе с экспертами. Вот, например, жарить шашлыки. Кто-то из зрителей говорит, что раз там уже этот сценарий присутствует, то давайте просто его приведем в нормальное русло, благоустроим. Другие, наоборот, категорически против и предлагают максимально вынести за пределы леса. Центр развития городской среды в течение двух недель сведет все предложения в один документ. Это будет общественное техническое задание для будущего проекта. Все материалы оцифровываются, ни одно мнение жителей никуда не исчезает. И та работа, которая была проведена на проектном семинаре, это настоящее общественное техническое задание, которое ложится в основу профессионального технического задания, и полностью на основе него выполняется уже проект. Работы по проектированию начнутся в этом году, а благоустройство в следующем. В центре отмечают, отныне все общественные пространства в городе будут обустраивать по такому сценарию. А значит, каждый житель может предложить свою идею, увидеть ее воплощение и стать созидателем. Марина Баль, Андрей Бусыгин, новости. Ижевчан призывают привить от бешенства домашних питомцев. Ситуация остается напряженной. С начала года в республике уже зарегистрировано 38 случаев заражения животных. этим опасным заболеванием. Половина инфицированных – собаки и кошки. Бешенства опасны и для человека, поэтому на прививках для животных настаивают и медики. Бесплатная вакцина в Удмуртии есть. Ижевску выделено почти 13 тысяч доз. Между тем, в городе с начала года было привито всего 9 тысяч животных. От 300 жителей маленькой деревни Старый Бор, это Завьяловский район, оказались в трудной ситуации. Сегодня многие из них в очередной раз опоздали на работу из-за того, что им просто не на чем было туда добраться. Дмитрий Вороновнин о конфликте интересов, который возник на федеральной трассе. 6.30 утра. На автотрассе голосуют десятки жителей деревни Старый Бор. Всем им надо в Ижевск на работу. До города всего 9 километров. Но и это расстояние для староборцев непреодолимо. Семи часов работы, а вообще-то работа никак уже не успешна. Попытки остановить попутный транспорт тщетны. Мимо проезжают и рейсовые автобусы. По требованию они здесь когда-то останавливались, но в последний раз это было год назад. Остановка была здесь, напротив деревни, в шаговой доступности. Мы садились, ехали в город, приезжали с работы, тоже спокойно могли дойти до дома. Дети, пенсионеры, работники, все кто угодно. Но федеральная трасса теперь у нас объявилась, желтой полосой отбойники поставили. Стало невозможным переходить на трассу из трассы. И автобусы не могут остановиться, потому что это нарушение правил дорожного движения. Остановки в этом месте организованной не было. Здесь в ходе выяснения ситуации выяснилось, что водители забирали пассажиров по своему усмотрению, то есть идя навстречу местным жителям. По анализу ситуации дорожно-транспортных было признано этот участок аварийно опасным. Поэтому было вынесено постановление управления ГИБДД Подмурской республики о том, чтобы установить здесь барьерное ограждение для предотвращения этой концентрации ДТП. Но жители деревни обеспокоены. На автобусе они теперь не могут доехать не только в Ижеск, но и в Завьялово. В ближайшие поликлинику, школу, детсад. Понимаете, как нам дойти? Не в больницу, никак. Посмотрите, у нас бабульки-дедульки. А дети? А зимой? Ну как нам добраться? А посмотрите, детям в школу надо, в садик надо. 300 жителей Старого Бора оказались в сложной ситуации. Но надежды на то, что снова смогут пользоваться остановкой по требованию на автотрассе, не теряют. Их проблему в ближайшие дни обсудят представители администрации Завьяловского района, собственник дороги и компания-перевозчик. Будут искать компромиссный вариант. Дмитрий Вороновин, Андрей Пусыгин. Новости. Продолжаем выпуск. Удмуртия готовится к этнографическому диктанту. Акция назначена на 1 ноября. Главной площадкой в республике в этом году станет усадьба Толбабая. Организаторы предлагают поддержать идею и другим регионам. В этом году в Удмуртии мы центральной такой уникальной площадкой взяли усадьбу Толбабая. И планируем запустить некий флешмоб Дедов Морозов, чтобы в других регионах России, где тоже есть свои национальные Деды Морозы, либо Великий Устюг, также подключился к акции. Все Деды Морозы и другие сказочные персонажи у нас напишут диктант. Акция проходит уже четвертый год, а придумали ее в Удмуртии. Теперь диктант пишет весь земной шар. В прошлом году его написали почти 400 тысяч человек со всего мира. В диктанте 30 вопросов, 10 из них региональные. В этом году в республике уже организовано более 10 площадок. Каждая организация, район и населенный пункт может открыть свою. Для этого нужно подать заявку до 28 октября на сайт акции. В Удмуртии завершается ремонт объектов культуры. Всего в этом году в порядок приведут десятки сельских клубов. На днях работы завершились в Подшивалово, и это стало большим праздником для всего села. Первый концерт в обновленном клубе деревни Подшивалово. К нему готовились не только артисты, но и строители. Обновили фасад здания, защитили фундамент. Теперь здание точно простоит не один десяток лет. Очень обновился. Смотрите, вот этот зал прекрасный, шикарный, светлый. И теперь с уличной стороны фасад наш привели в порядок. Очень красиво. Ну, состояние души окрыленное. Радует, что все-таки за 40 лет впервые уже к нам пришли. В этом клубе интересно не только пожилым, но и молодым. Артисты коллектива «Маджран» уже объездили полстраны по различным фестивалям. Да, довольно давно, с первого класса почти, ну, танцами занимаемся. А коллектив примерно год уже. Конечно, лучше. Отремонтировали сцену, удобнее стало танцевать, не запинаться. Так красиво стало, и света больше стало. Всего в этом году обновят 24 дома культуры, и каждый объект долгожданный. Сельский клуб – это место, где сохраняется культура малой родины, передаваясь от поколения к поколению. Низкий поклон вам, ветераны, люди пожилого возраста, наши мамы, бабушки, дедушки, за то, что вы бережете эту культуру. Без вас не было бы жизни. Поставь окна, поставь самые замечательные светильники. Но молодежь танцует на этой сцене только потому, что вы храните этой традиции, вы их передаете. Из 52 миллионов остается неосвоенно сегодня 500 тысяч рублей. Это самая низкая цифра по Приворскому федеральному округу. Такие дома культуры, на селе они нужны. Мы в этом отношении одни из лучших не только в Приворскому федеральному округе, в России. Поэтому никаких опасений нет. Мы вовремя, в срок сдадим все объекты. В следующем году Республика по нацпроекту культуры от федерации получит 300 миллионов рублей. Будут не только ремонтировать в планах строительства трех новых домов культуры. Елена Галимулина, Роман Вагинов, Андрей Бусыгин. Новости. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают спецподразделения Росгвардии ОМОН. Бойцы этого действительно легендарного подразделения всегда на передовой. Сотрудники ОМОНа несут службу в горячих точках. Своим долгом ОМОНовцы считают и воспитание юно-армейцев. О наставниках и их воспитанниках репортаж Светланы Булановой. Здравствуйте, товарищи кадеты! Здравия желаю, товарищ майор! Учебный день начинается с построения в ряды кадетов юнгвардейцев. 26 пятиклассников 49-й школы вступили в сентябре. Класс набирали исключительно по желанию. Стать в будущем боевым офицером. Планирует почти что каждый мальчишка. Девчонки, а их классе половина, надели форму, потому что быть кадетом – почетно. Форму носить – это для нас честь. Мы как ей отдаем честь и бережем ее, чтобы она нигде не порвалась, чтобы ничего не отпало. Я научилась собирать и разбирать автомат Калашникова. И узнала, как образовалась Росгвардия. Куратор юнгвардейцев майор запаса Юрий Равнейко за 20 лет службы прошел горячие точки в Фиркане в Карабахе на Северном Кавказе. Командовать взводом солдат, говорит боевой офицер, проще, чем обучать подростков. Голос не повысишь. Надо объяснять, догодить. Ученики, дети требуют индивидуального подхода к каждому. Своим куратором юнгвардейцы гордятся и заслушиваются его рассказами о службе. Такие занятия здесь обязательны, как и строевая подготовка и оказание первой медпомощи. Это всестороннее развитие, я считаю, кадетский класс. Они обучаются не только по обычной программе, а еще и занимаются боевыми искусствами, бальными танцами. Кадетских классов Росгвардии в Ижевске – восемь. Еще шесть работают в районах республики. Каждый курирует лично сотрудники спецподразделений. Конечно, в этом деле участвуют и ОМОН, и СОБР, и, допустим, командир ОМОНа, полковник Матвеев Олег Дмитриевич. Вы знаете, это кавалер трех орденов мужества. Сейчас очень много они приходят, я имею в виду сотрудники этих структур, приходят вот так вот в эти кадетские классы и проводят занятия. То, что этим ребятам есть на кого равняться – это однозначно. Этот класс, он как раз должен стать на уровне показательного, чтобы в конце года мы могли вот для родителей всей школы именно представить их как примером, что дети становятся в этом классе не только успешными в учебе, но и именно в воспитательном плане, в плане социализации. Дети, говорят педагоги, изменились буквально за месяц, надев форму юнгвардейцев. Они стали ответственнее. Светлана Уланова, Юрий Дроздов. Новости. Это вся информация на сегодня. А эфир нашего канала продолжит новости спорта. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова